МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Липовская Светлана Алексеевна, начальник управления підвищенной квалификацией кадров по ряду НАДУ, президент Львович. Скажите, будь ласка, с кем я приїхала? Доброго дня, жителям коллеги. Дуже рада вас бачити, особистый член нашей выездной команды. Сегодняшний семинар мы проводим на заповнение Национального агентства с питанием Державної службы, которое объявило в этом конкурсе, в этом конкурсе, в том числе, в участии наш ДНР, управление подвищенной квалификацией. И для 520 державных службовцев и посадового ситового села самоврядувания нашего района заплановано ряд семинарів на тему протидія, запобігання протидія проявам корупції в органах публічної влади. Тема дуже актуальна. Подача цього матеріалу буде не зовсім звична, тобто будуть різні ракурси наших викладачів на цю проблему. І хочу сказати, що у нас семинари були як на базі Одеського регіонального інституту, а приймали участь у нас і Державна фінансова инспекція, зараз це вже аудитовська служба, і казначейство, і національна поліція. Але для трьох районів ми запланували виїзд з метою економії ваших коштів на відрядження. Не могли не завітати до рідного мені Альдьопольського району, Біляєвка, у нас вже відбувся такий виїздний семинар, і попереду ще Комитерова. Тому давайте видаємо ось, у зв'язку з тим, що сьогодні у районі працюють наші керівництва уряду, і отак ви знаєте, що десь 11.45, ви вже маєте бути на поготові, тому ми вже спланували свою роботу з керівництвом району таким чином, щоб закінчити саме до цього часу, до 11.45, для того, щоб ви, хто задіяний в участі з керівництвом уряду, могли спланувати взяти участь у цих заходах. Тому ми працюємо без перерви, я впевнена, що вам буде цікаво, тому що наші викладачі з великим практичним досвідом і своїми думками готові з вами поділитися, і я зараз представлю у тому порядку, в якому вони будуть виступати. Отже, ми починаємо з круглого столу теоретика правовій основи поняття корупції, державна політика України у сфері протидії корупції. Ми готові, так? Розпочне у нас її дологіх Наталія Прокофівна, старший викладач кафедри права і законодавчого процесу нашого Одеського регіонального інституту. Разом з Маланчук Оксаною Григорьевною, Оксана Григорьевна практик, старший повноважений в особливо важливих справах управління захисту економіки в Одеській області, Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Тому вона вам розкаже, яким чином Національна поліція з практичного досвіду займається цими питаннями. Надалі у нас питання міжнародний досвід в боротьбі з корупцією щодо запобігання і протидії корупції. І приїхала до вас Кривцова Валентина Михайлівна, завідувач кафедри Європейської інтеграції Деського регіонального інституту, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України І Валентина Михайлівна, я впевнена, виключу вас цікавість і інформацію стосовно міжнародного досвіду про боротьби з корупції. І наш чудовий колега Винісян Михайло Сергійович, доцент кафедри Державного управління місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту, розкриє тему в школі круглого столу «Службовий етикет посадовців як чинник запобігання проявам корупції в органах публічної влади». Видатний філософ нашого числу, не поверював цього слова, тому його думки завжди парадоксальні, але дуже цікаві. І сьогодні він нам сказав, що є міжнародний день філософа, ми вітаємо вас, Михайло Сергійович, і всіх присутніх, хто, а ми любимо це діло по філософстві, так? Тому вас вітаю також, у вас 7 днів, і день студента сьогодні. Свята гарні, ми як слухачі з вами цього сьогоднішнього семінару, я думаю, без додаткової вже інформації, але Олег Вікторович також хоче скільки сміг сказати чи ні. Ну, по-перше, ми раді вітати вас у Відьобольському районі. Дякуємо за те, що зекономили кошти, і тому числі районного бюджету, що ви приїхали до нас, а не ми до вас. Так от ібо люди, які присутні, це посадовці сільських рад, районні ради, районні державної адміністрації, то є їм буде дуже приємно і корисно, головне, почути при те, що всіх, коли бачить, всіх каналів, всіх говорять одне слово, то є Україна дійсно держава, яка потребує очищення і корупції. Тому, якщо приносити якусь частку людей, донесити того, що знання законів, знання, т.е. не всі ж посадовці, скажімо так, настроюємо на те, що хтось, може, не розуміючи якихось законів, вважає ті чи інші дії неправильними, що приводить до такого суспільного слова про все. А так, я всім бажаю успіхів, обгнений, сподіваюся, що семинар дійсно буде корисним. Багатьох людей, знаючихся в Академії, дуже приємно, що ви до нас приїжджаєте і завжди, це ж не перший раз приїжджаєте, сподіваюся, що інші інтересні теми – звертайтеся до адміністрації, до районні ради, ми будемо нас призбирати, і сільських, з задоволенням вас чого. А зараз придною роботи. Вибачаюся перед присутніми, ми з Ігорю Олександровичем покидаємо вас з Рыбки послухали, але треба до яких питань обсудити, щоб ви віце-прем'єрами, ми будемо достої нашої. Тому, думаю, нас пробачьте. Микрофона, всі дали стіли, тому краще з микрофона покрали ділили. Я хочу сказати, коли у нас аналитичні питання, у нас сьогодні закривається третний семінар, який ми організували безпосередньо в управлінь для перших заступників голів райадміністрації, заступників соціальних питань, керівників апаратів, ну тих, хто в живих і в строю залишились в нашому районі. Ви знаєте, що ситуація кадрова дуже складна, не тільки в нашому районі, в цілому, там питання розглядалися і бюджету, і земельні питання, і загальнополітична ситуація, і взаємодія з МЧС, з органами МЧС, з питань підготовки до, і побереження, доброго дня, колеги, долучайтеся, будь ласка, побереження надзвичайних ситуацій. Тому ми всю цю інформацію керівництву району передамо, обзіску стим, що не змогли взяти участь, але хочу попросити наш відділ кадрів, які і райадміністрації, і райради, якраз ми зараз формуємо план графік на наступний рік, на 17-й. І ці пропозиції буде затверджувати і оплачувати семінари з підвищення кваліфікації Одеська обласна рада і Одеська обласна державна адміністрація. Ми хочемо, щоб підвищили кваліфікацію спеціалістів земельних питань в наступному році, тому що був на ура проведений семінар для спеціалістів земельних питань, попросили повторити бухгалтери сільських селищних рад, звичайно секретарі, голови, як сільські, так і селищні, і міські голови в наступному році обов'язково. Ми хотіли б запросити архіваріусів з районів, тому що давно вони не підвищили кваліфікацію, або юристів, і якщо у вас є пропозиції, що стосовно тем або категорій, саме якраз зараз час для того фонувати в Одеському регіону Шматеваренко регіону Сергійовні. І хочу вам представити привалову Наталію Володимирівну, я впевнена, що ви всі знаєте, Наталія Володимирівна очолює другий відділ, який у нас є в управлінні, це підвищення кваліфікації за державним замовленням, куди ви також можете і наступного року приїжджати за планом графіка, у нас він розташований на сайті Оріду, і Наталія Володимирівна чекає за державним замовленням, 500 державних службовців і посадовувалися в місцевого самоврядування, але за десяток років у нас ніяк правила не змінювали за останні 10 років. Але у зв'язку з тим, що новий закон про державну службу вже не міст поняття «резерв» вкладає, то Наталія Володимирівна наступному році буде очікувати 500 державних службовців-посадовців місцевого самоврядування тільки категорії А і Б, ну, і в четвертій категорії зараз по закону про службу порваних місцевого самоврядування, але ви знаєте, що цей закон також буде містити зміни найближчим часом. Якщо ви готові, готові, Наталія, приходить? Чудово. Дякую. Дякую. Субтитруємо! Дякую. Дякую. оказывается коррупцию в украине сравниваются потому что на поверхности только проблем но она не большая а все остальное скрыто даже если мы посмотрим с вами на некоторые цифры официальные цифры потому что не официально не еще больше то мы можем видеть что 80 процентов экономики находится активно на предприятиях где работают люди 45 процентов трудоспособного населения находится в тенеговом бизнесе и это говорит о том что нарушаются у нас с вами я чуть позже покажу вам карту мира где мы просмотрим насколько действительно коррупция произвела все фактически наши ветви власти а сейчас что а сейчас мы с вами посмотрим небольшой ролик который как раз и говорит о том насколько коррупция угрожает нашему государству двое третий украинцев хотят приединиться до ёс однако за рівнем коррупции наше место среди наиболее проблемных краев африки в 2011 году майже двое третий украинцев давали хабарии с каждым годом все больше людей чувствуют коррупции стало больше коррупция проникла в усе сферы нашего життя ось так это происходит щодня у лекарня у школах у державтоинспекции регистрируючи житло сплачуячи податки здобуваючи вищу освіту здобуваючи вищу освіту у 2009 році на кожні два випадки вимагання хабаря припадав один випадок добровільної сплати у 2011 році вимагати стали більше пед час кожного четвертого контакту з чиновником у громадян вимагають хабар і лише кожен десятий сам пропонує хабар хто захистить нас від корупції більшість вважає що президент але парадокс ті ж самі люди не довіряють президенту і не вірять що він та його адміністрація вважають подолати корупцію українці сподіваються що корупцію здолає влада однак при цьому вони вважають що саме вища влада є носієм найбільшої корупції лише кожен п'ятий вірить що боротьба з корупцією це обов'язок пересічних громадян проте є й позитив зростає кількість тих хто не хочуть миритися з корупцією навіть якщо це полегшило прозв'язання їх власних проблем близько третина українців заявляють про свою готовність боротися з корупцією однак насправді лише четверо з кожних ста жертв корупції намагалися захистити свої права ми звикли вважати що корупція це частина нашого життя насправді корупція це смерть час усвідомити корумповані країни не бувають заможними можна й далі чекати що хтось порятує нас від корупції але корупція тримається на нашій згоді давати і брати хабарі якщо ви проти корупції то не давайте хабарів якщо чиновники їх вимагають повідомляйте відповідні інстанції або на сайті brightspot.com якщо ж ви активна людина і готові активно діяти то приєднуйтесь до громадських ініціатив повідомте про вимагання хабаря співробітниками ДАІ зафіксуйте це на відео фільтруйте парламент від корупціонерів дізнайтеся як інші українці боряться з корупцією лише ми самі можемо звільнити країну і себе від корупції перебування перебування оцікавімо на карту мира корупція – це не трем і вичне немає ніякого держава, де не було б корупції разом лише, що? хто як бореться і який уровень корупцій на сьогодній день Вот один маленький пример, раз я сказал, явление вечное. В 600 году до нашей персидский царь Картис, поймав своего судью за взятку, казни, но чтобы наказание носило воспитательный характер, приказал снять кожу сувенирного и объявил кресло судей в зале судебного заседания. Для чего? Для того, чтобы следующий, кто бы садился на это кресло, чувствовал, что его может постичь, если он будет совершать коррупционные простеньки. Но, к большому сожалению, у нас может быть и кресло бы не хватило, если бы мы пошли по этому пути. Но наши законы более лояльные, и поэтому Киевская рознь начала с того, что коррупцию не наказывали, а просто порицали. На тот момент она носила название «Тайные посолы». И вот, к сожалению, того, что у нас не было сразу наказания, и то, что государевые мужи находились на кормлении, то есть жили за счет того, что приносили им жители, у нас и как бы осталось, как мы говорим, менталитет, то, что нужно жить за счет того, что приносит границ. Просите, посмотрите, пожалуйста, на карту мира. Значит, коррупцию рассматривают под различными углами. И место определяют коррупции, и баллы ставят коррупции, и индекс коррумпированности. Вот в данном случае перед вами коррумпированность государств по 10-балльной шкале. Индекс. Значит, светлым цветом у нас обозначены те государства, где коррупция 1%, 2%, 3%. Более темные цвета – это уже где коррупция, естественно, имеет больший процент. Наконец, там, где красный и такое вот кирпичное – это страны, где коррупция просветает во всем. И вот по этим индексам мы с вами можем определить. Значит, считается, если индекс коррумпированности 3%, то это государство, где все верхние власти поражены коррупцией. Какой же индекс имеет Украина на конец 2015 года? Это 2,6%. То есть ниже предела, который установлен для очень коррупционных государств. Вот поэтому тогда мы говорили, что нас боятся. Нас боятся не потому, что мы что-то можем сделать, а потому, что мы не предсказуемы. Инвестиции к нам не идут, так как любой инвестор хочет иметь защиту. А с государством, где, допустим, инвестор уже вложился, начал работы. Это я вот пример, что вам привести. С Германии приехал у нас инвестор. Вложился, начал работать. Через 3 месяца к нему приехали и сказали, у нас так не делают, надо делиться. А что такое сказать немцу? Пунктуальному законопослушному человеку. Естественно, в течение 24 часов он заморозил все свое имущество, собрался и уехал. На этом инвестиция закончилась. Значит, если мы с вами посмотрим по местам, которые занимает наше государство и вообще. Итак, из 176 государств Украина по корруппированности находится на 142 месяц. Значит, кто рядом с нами? Иран, Никарабула, Конго. Ну, в общем-то, достойное соседство. Если мы посмотрим на постсоветское пространство. Россия на 119, Беларусь на 107, Молдова на 103, Грузия на 48. Наши ближайшие соседи, Польша, на 62-м месте. Допустим, Китай, 80-е. Соединенные Штаты, 16-е. Германия, Пирога, Британия, 60-е. Кто на первом месте? Где коррупция абсолютно незначительна. Первое место занимает Дания, Финляндия, Швеция и Новая Зеландия. То есть, это те государства, которые у нас отмечены абсолютно светленьким светом. Существует три вида коррупции. Бытовая коррупция, когда пересекаются интересы населения и государственных служб. Деловая коррупция, это уже взаимодействие власти и бизнеса. И, наконец, коррупция верховной власти. Это политическая коррупция и самая страшная коррупция. Потому что она именно заставляет бояться наше государство и считать его экономически неустойчивым. Как я уже говорила, с коррупцией был более совсем. Польша находилась с нами на одном и том же месте. 144 место у меня было. За четыре года она стала на 62-м. Когда наши коллеги польские посмотрели, каким образом у нас борются с коррупцией, они пришли в недоумение. Мы боремся с коррупцией на высоком уровне. То есть, на этом самом нижнем звенье. Они борются с коррупцией только в высших эшелонах власти. Причем, если у нас с вами провокация считается уголовным преступлением, то все европейские государства провокацию считают обычным, нормальным явлением. И поэтому к чиновнику высшего ранга отправляется проситель. Мы уже знаем, где его слабое место, что он государственное. И ему делают такое предложение, от которого он не мог отказаться. Если, естественно, на просителе и аудио в виде, видеоаппаратура, все это пишут, фиксируют, и только говорит «да», 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 то можно зайти и одеть на двонаручнике. Но, доводя до логического завершения, до суда и до правильного наказания, вы мне можете сказать, да, мы тоже видели, как на заседании кабинета министра, заходили, маски шел, брали, одни валютно-морочники выводили и отпускали. Или кому-то определяют подозрения. Значит, после этого берем время, чтобы наш чиновник скрылся, а потом он из-за убежья, дальнего или близкого, говорит, что будет по скайпу с нами, только общаться. Значит, борьба – это с коррупцией? Нет. Для того, чтобы борься с коррупцией, должна быть политическая воля руководства. Если в Грузии была политическая воля, плохо ли, хорошо ли, но она была, и поэтому Грузия на сегодняшний день находится на 48-м месте. В Украине впервые именно понятие «коррупция» у нас прозвучало с октября, 25 октября 1995 года, когда он принял первый антикоррупционный закон, он назывался «Обобед с коррупцией». Раз мы определили уверенность, что у нас существует коррупция, значит, мы должны с ней бороться наравне со всеми европейских государствами. И вот в 99-м году Украина вступает в содружество стран ГРЭПа, страны, борющиеся с коррупцией. Естественно, после этого мы должны в нашем законодательстве довести до уровня европейского. Но обозвески вы можете даже посмотреть. Была ли политическая воля руководства? Если вступим в 99-м году, основные документы, конвенция ООН против коррупции была ратифицирована только в 2006 году. Гражданская конвенция Совета Европы о борьбе с коррупцией в 2005 году. Уголовная конвенция Совета Европы о борьбе с коррупцией в 2006 году. То есть это говорит на то, что мы не очень-то стремились начать производ, надлежащим образом с коррупцией. После того, как эти документы были ратифицированы в Украине, нам нужно было принять новый антикоррупционный закон, который бы соответствовал всем требованиям европейских стандартам. И 7 апреля 2019 года был принят следующий антикоррупционный закон об основах предотвращения противодействия коррупции. Он вступил в силу с 1 июля того же 2011 года. Естественно, после этого странные мемородисты стандартам попросили его на экспертизу. После экспертизы у них был вверх и шоу. Они никогда не видели документы, которые были в Украине были на декларации. То есть не прописаны механизмы, как бороться с коррупцией. Это был пустой документ. Надь его у нас есть, надь. А как применять? А механизма нет. Применять невозможно. Во всем мире общественность стоит во главе угла борьбы с коррупцией. У нас тоже есть целый раздел посвященный в борьбе общественности с коррупцией. Но до сих пор нет механизмов. Как общественность может попасть для того, чтобы посмотреть, где нарушения и как нужно бороться с коррупцией. Естественно, раз этот закон у нас в общем-то не живой оказался, или как юристы говорят, не отворожденный, то 26-го, 10-го, 14-го года выстрелил следующий антикоррупционный закон, третий закон о предотвращении коррупции, который вступил в силу с 26-го апреля 2015-го года. По своей структуре он один в один похож на 2011-го года. Но где-то на 50% он заполнен, то есть есть механизмы, которые дают возможность и привлекать сюда коррупционные правонарушения, и определять, кто является субъектом коррупционных правонарушений. Но вы знаете, вы, наверное, все закон читали, и, конечно, в первую очередь, всех интересует вопрос, кто субъект, кто будет попадать под понятие коррупционер. И перечень субъекта очень расширен. Это не только государственные служащие, уместное самоуправление, сюда относятся руководители частных предприятий, частной сферы. И все, независимо от собственности, кто оказывает публичные условия. То есть тот же репетитор, тот же ученик, все становятся субъектами коррупционных правонарушений. Ответственность, естественно, наступает не по закону о предотвращении коррупции, а по наших нормативных фактах. Если коррупционное правонарушение незначительное, языковое обращение, там, скажем, две-три пачки ксеровской бумаги, потому что обычно наши его служащие бедные очень, то тогда будет составлен акт об административном правонарушении, и дело будет у нас проходить по административному кодексу. Если же что-то более серьезное, то в этом случае наказание будет идти по уголовному кодексу. У нас с вами в том же 2014 году, 2014-2010, был принят еще один закон. Он одновременно шел с нашим антикоррупционным законом. Этот закон у нас об основах государственной антикоррупционной политики в Украине, или, как по-другому ее называют, антикоррупционная стратегия 14-17. И вот сейчас мы основные мероприятия проведем. На карту мира вы размотрели, видели, где наше место, конечно, это не очень радует. Нет, следующее слово. Все убрать. Все убрать. Да. И будет антикоррупционная стратегия. Итак, у нас с вами сейчас 16-й год, поэтому еще жить и жить, и выполнять все эти мероприятия. Давайте мы с них посмотрим и немножечко прокомментируем. Значит, цель этой антикоррупционной стратегии создания прозрачных принципов финансирования и проведения выборов в деятельности политических партий, устранения коррупционных рисков в деятельности выборных органов, усиления общественного контроля за их деятельностью. Итак, мероприятие. Первое, провести антикоррупционную экспертизу избирательного законодательства и присмотреть его на основе европейских стандартов, в частности, рекомендации Европейской комиссии за демократию через право или по-другому венецианской комиссии. Вот что интересно. Мы обращаемся к венецианской комиссии только тогда, когда нам это выгодно. Хотя, в принципе, рекомендации венецианской комиссии мы должны исполнять беспрепословно. Пример. В 2014 году был принят закон об очистке плавки. Когда этот закон венецианская комиссия взяла на экспертизу, однозначно было заключение, он противоречит, он нарушает права человека и гражданина, раз, он имеет право на жизнь, два. Мы сказали, что-то мы там исправили, как правило. На сегодняшний день ничего не было неисправлено, не были внесены никакие ароменты, и он действует. Чего это привело? А потому, что когда начали проводить очистку плавки, люди, которые были уволены, обращались в СССР в суд. Суды принимали свои заявления и восстанавливали этих людей, потому что на самом деле были нарушены нормы права, я не говорю нормы человеческие, нормы права были нарушены. Значит, пошел шхвал и судебные решения. И сталкивались с ситуацией, когда нормы положение оказалось по два человека. Нужно было находиться в это положение, и вы знаете, насколько это было тяжело, и как морально каждому люстрированному и восстановленному было в этом состоянии. Так, следующее. Второе. Обеспечить постоянство и юридическую определенность избирательного законодательства. Значит, ну вот те, кто связаны с избирательной системой, те знают, обычно у нас так, как только выбор, обязательно какое-то новое изменение вносят. Для чего? Для того, чтобы вот те учителя, которые сидят на избирательных участках, они не всегда могут простить из-за законодательства. Но если вдруг этот избирательный участок на нем пойдет не так, как нам положено, значит, мы сразу можем сказать, о, вот на положение оно не было принято, значит, действия на этом участке незаконны, и назначаем новые перевыборы именно на этом участке. И кодифицировать, конечно, избирательное право нужно было уже лет 10 назад. Следующее. Принять законодательство по выполнению рекомендаций группы государств против коррупции греков в честь установления ограничений и обеспечения прозрачности подачерной дегенцированной политической партии. Чтобы не было вот такого, как идут у нас депутаты и отрабатывают хлеб тому, кто за них заплатил. И очень много криминального, криминальных денег было. Поэтому в этом году, в начале этого года, был укрытен закон, который именно дает возможность всем политическим партиям финансироваться за счет бюджета. Мы посмотрим, насколько это будет хорошо и насколько это будет оправданно. Следующее. Принять законодательство об основных механинах предотвращения конфликта интересов, деятельности должностных лиц, в том числе с определением возможных форм конфликта интересов, правил боевого предотвращения и рассмотрения ситуации, когда возникает конфликта интересов. Буквально небольшой комментарий. Моя коллега вам. Она как практика. Конфликт интересов. Чем он предусматривается? У нас все коррупционные административные правонарушения. Ответственность предусматривает зачем? Если у кого-то есть ручки, что помечаем? Глава 13А Кодекса Украины про административные правонарушения. Их есть всего 6. 172.4 статей, включая 172.9. Одна из этих 6 статей, 172.7, это порушение законодавства за конфликт интересов. Что это такое? Конфликт интересов. Полное разъяснение дается закон про запобегание коррупции. Статей 28.35. Это противоречие между, обращаю внимание, особистыми майновыми и особистыми немайновыми интересами. Их служебная деятельность. Смотрите, то, что противоречие между личными, имущественными и служебной деятельностью, это всем понятно. У нас всегда встает вопрос, что это личный, не имущественный интерес. Допустим, призначение, выборчивый, колояльный орган. Тот же, когда избирают в исполков. Ну я же не хотела, я же не знала. То есть у нас очень много несостыковок, мы не знаем, что такое конфликт интересов. Почему я хочу вам обратить ваше внимание, это противоречие не только личные, имущественные и служебные отношения, но и личные, не имущественные. Потому что если личные имущественные мы уже выучили, мы уже знаем, то личные, не имущественные, мы в этом теряемся, мы не знаем, какие это ситуации. Вашу помощь, вы все знаете, что заработало Национальное агентство за побегание коррупции, вы с этим знакомы. Кому интересно, я думаю, что всем, так как вы с этим сталкиваетесь и работаете, заходите на сайт, на сайте НАЗК. В июле, по-моему, 16 июля, я не буду говорить, когда есть два вида методических рекомендаций. Они уже на сайте НАЗК есть. Первые методические рекомендации, там около 40 страниц, методические рекомендации по запобеганию и регулированию конфликту интересов. Потому что когда знаю по себе, когда начинаете читать закон про запобегание коррупции, там выйдет в регулирование, да, голосование под контролем, принятие решений под контролем, там другие вплоть, то последнее, что это переведение на другую работу или увольнение. Мы начинаем теряться, надо в этом случае, как себя вести, не знаем, что делать. Сейчас, когда это коллегиальный орган, если возникает ситуация, которая может быть связана с конфликтами интересов, то есть потенциальный конфликт интересов, мы пишем свернение на ЗК, и они проводят там служебную переверку, говорят, есть конфликт интересов, можно, как его разрешить, можно работать, нельзя перевод на работу, или как, как регулировать конфликт интересов. И второе, если это госслужащие, то уведомление руководителю, высшестоящий руководитель уже тоже знает, или на ЗК, или, 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 как регулировать, как принять это решение. Но для вас лично, я думаю, что каждому будет полезный сайт на ЗК, методичные рекомендации, чем они полезны, потому что у них наводится много примеров, там, варіант первый, варіант другой, варіант третий, что это действительно конфликт интересов. Узнайомитесь, почитайте, для вас все будет полезно. И другий, там есть методичные рекомендации, почему, не стосуячи конфликта интересов, а также совмещение совместности в ГОСТУ-72-4, там методичка по регулированию корпоративных прав. В этом тоже у нас возникает, были много проблем, да, не состыковка Конституции, каждая особа может владеть, но как это регулировать? Не буду больше терять времени, если есть вопросы, единственное, что я прощу внимание, есть Привалова, есть Шматовальненко, созванивает все, они знают телефоны мои, есть вопросы, обращайтесь. Следующий пункт, следующее мероприятие. Принять законодательство по определению правовых основ глобирования, а именно, нажмирование глобирования как легального демократического пути взаимодействия гражданского общества и правового государства. Во всем мире существует глобирование, то есть какая-то группа представляет интересы всего общества. Значит, как только мы говорим о глобировании в нашем государстве, почему это сразу становится коррупционным правонарушением? Потому что глобируются интересы какой-то маленькой группе людей и иногда нарушение интересов всего общества. Примером может быть не принятый, слава богу, а в 2011 году в первом чтении был принят проект трудового кодекса, который ставил всех трудоспособных граждан Украины буквально на колени перед работодателем. 450 человек решили сделать из трудящихся, ну, так, своих рабов, где увеличивался 48-часовый рабочий день, устанавливался при той же заработной плате, снимали все годы, особенно это касалось женщин, имеющих детей. Были размытия основания расторжения трудового договора, но появилось основание несовместимость руководителя с подчиненным. То есть вы понимаете, что это золотое дно. Под это основание можно уволить любого именно сегодня. Никакого предупредительного порядка в судебную систему выбросили в закон. Вот если бы ЦК профсоюзов Украины не встали бы единым фронтом, то мы с вами бы уже несколько лет работали вот в таких каторжных условиях. Значит, является ли это коррупционным правонарушением? Да на 100%. Вот бы это. Если нужно лоббировать интересы какого-то закона, какого-то правоотношения, нужно, чтобы они затрагивали именно интересы украинского народа, а не маленькой группки, которая повышает себе заработные платы и молчит о том, что надо бы повысить хотя бы чуть-чуть среднюю пенсионную обеспеченность. Так, следующее. Создание законодательных преград для коррупции в правотворческой сфере. Ну, в общем-то, это исходит из пункта пятого. Предвидение защиты субъектов правотворчества от незаконного влияния на их деятельность. Вы все смотрите Верховную Раду и зачастую видим, когда предлагают законопроект, который идет действительно в интересах народа, тут же начинают его блокировать, тут же дерутся, или уже дошло до того, когда нужно было внести изменения в Конституцию, вообще начали жечь перед Верховной Радой покрышки, к чему это привело? Изменения не приняли. А теперь скажите, пожалуйста, какое правовое государство, если у нас закон не соответствует Конституции, той или иной статье Конституции? То есть это вообще нонсенс с правовой точки зрения. Дальше. Принять законодательство по усилению общественного контроля за принятием решений выборными должностными лицами, в том числе через внедрение механизма предварительного общественного осуждения, обсуждения общественно важных решений с использованием политического положительного отечественного или мировой практики. У нас раньше всегда какой-то важный нормативный акт. Обязательно проект публиковался в печати. Все могли с ним ознакомиться. Кроме того, обращались, если это законопроект, обращались к юристам города и просили, дайте рекомендации, может быть, что-то улучшить, что-то изменить. В последнее время мы вообще не имеем доступа. Иногда на сайт даже не выкладывается содержание того или иного нормативного акта. А потом мы узнаем, его приняли пакетом. А те, кто нажимал кнопочки, даже не знают, что там в этом пакете. А потом мы получаем с вами нормативный акт, от которого у нас волосы дыбор стоят. Например, налоговый кодекс. Приняли налоговый кодекс. Через две недели в него больше 30 поправок мыслили. Это что? Это вредительство или безграмотность? Но тут третьего не дано. Кто уже как хочет, тот так и понимает. Так, следующее. Принять законодательство о введении эффективных механизмов появления предотвращения конфликтных интересов, а также декларирование имущества доходов, расходов и всех обязательств финансового характера публичных служащих. Значит, как только нужно было заполнять электронную декларацию, сколько было припонов, чтобы ее заполнить. Доходило до смешного. И техника не работала, и все не работало. Лишь бы только не заполнять. Заполнили. И после заполнения, буквально на той неделе, официально выступили представители Мирового банка, которые сказали, что декларации выше вышло на власти незаконны, недействительны. Они заполнены с нарушением. То есть, где-то одну треть дохода не было указано. Оказывается, они прослеживали, кто, как и что себе приобретали. Это было официальное сообщение. О каком-то раньше может идти речь, что мы нищие, мы стоим на коленях и просим, когда у каждого, извините, миллиарды. Я уже не говорю о миллионах. Так. Принять закон о защите лиц, которые добродетельно сообщают о коррупционных правонарушениях, они будут носить название обличителей, предусмотрев обязательную защиту обличителей, создание внутренних и внешних каналах представления информации, системы защиты обличителей от притеснений и преследований, а также меры стимулирования сообщений о коррупции. Весь мир стоит на том, что обличители сообщают о фактах совершения коррупционных правонарушений. У нас говорят, это не для нас. Наш менталитет, мы никому ничего не говорим. Значит, посмотрите, любую европейскую страну, где-то у кого-то появилось что-то лишнее, а знают какой-то вот тут же телефон доверия. Телефон, я говорю, стук, стук, стук. Все, выясняй. Законно, слава Богу, незаконно, будь добр, отвечай. Поэтому и государство имеет, как говорится, и внутреннюю, и внешнюю политику достойную. Насколько у нас будет этот институт приемлем, ну, повторим, но хотелось бы. На сегодняшний день такой уровень экономики, ну, просто стыдно. Украина была сильным, хорошим государством. Вспомните 6-7 год. Все говорили, феномен Украины. По сравнению со всеми постсоветскими государствами, ВВП вырос намного. И выше всех. Да, нам тогда стали бы увеличивать заработные платы, хорошее пенсионное обеспечение. То есть мы начали развиваться. Тут на тебе новое потрясение, и больше никому ничего не надо. Экономика на нуле, и все остальное тоже. Так, дальше. Организовать широкую общенациональную информационную кампанию по разъяснению положений закона и осуществлять на постоянной основе обучение по вопросам добропорядочного сообщения о фактах коррупции. У нас, вы сами знаете, в последнее время вообще правовое воспитание не ведется. Хотя, все прекрасно знают, незнание закона не освобождает от наказания. И чем больше проводились различные семинары, выступления, как в прессе, так, может быть, и по иному другому источнику СМИ, выступления юристов, которые вы рассказывали, комментировали те иные положения, то, возможно, уровень правового сознания у людей был бы выше, и многие вопросы просто сегодня бы не стояли на повестке дня. Принять закон о проведении проверок публичных служащих на добродетель, которым предусмотреть правила и порядок проведения таких проверок, гарантии законности контроля последствия проведения поощрения или привлечения дисциплинарной ответственности, а также то, что за такие проверки, что такие проверки не являются негласными следственными действиями. Их результаты не могут использоваться в уголовном процессе в качестве доказательства. Значит, вот это очень хороший момент. Допустим, решило руководство проверить работников на детекторе лужей. На здоровье, проверяйте. Но если мы видим, да, он врет, значит, там у него пролица пушков. Это не будет основанием, чтобы против него возбуждать уголовное дело или передавать эти материалы следственным органам. Тут четко указано, не могут быть использованы в уголовном процессе и не могут быть элементами доказываний. пункт тринадцатым номером. Очень хорошее. Реформировать систему оплаты труда публичных служащих путем существенного повышения уровня должностных окладов с учетом уровня оплаты труда на аналогичных должностях в частном секторе. Отмены и незначительного ограничения премий, дополнительных выплат, которые распространяются по усмотрению руководства, отмены необоснованных льгот и преимущества. Возьмем наше ближнее зарубежье. В той же самой Польше у нас государственные служащие, у них государственные служащие получают заработную плату в пределах зарплаты ведущих специалистов частного сектора. Допустим, менеджер компании, ведущий менеджер компании получает, ну скажем, двадцать пять тысяч. Значит, государственные служащие такого же уровня должен получать зарплату в пределах этого. Ну, эти моменты будут реальны, конечно, трудно сказать. Мы ждали закон государственной службы, думали, что нам что-то даст существенное, но, большому сожалению, вопрос повышения заработной платы остался открытым. И то, что сегодня повышенная заработная плата до трех тысяч двести гривен, если она будет повышена, большому сожалению, нам это весны не сделает, потому что туда, в эту сумму будут включать и все и заклассные, и различные премиальные, и зачины, и так далее. то есть особенно государственная служба от этого не выиграет. Любые другие служащие не выигрывают. Кто выигрывает? Технический работник, он будет получать наравне с государственным служащим высшей категории, и причем будет работать еще в двух предприятиях. Там помоют, тут помоют, ну и все, и нормально, на жизнь хватит. оценка результата мы с вами не будем говорить, так как у нас очень ограниченное время, и в общем-то мне надо дать еще слово моим коллегам. Перед тем, как я передам слово, я хочу обратить ваше внимание на то, что вам к раздаточному материалу есть и наши проспектики по поступлению в наше учебное заведение. Значит, вы понимаете, для того, чтобы бороться не только с коррупцией, но и повышать уровень благосостояния, решать все проблемы, нам необходимо, чтобы специалисты были квалифицированы. А где можно получить хорошую квалификацию? В нашем институте. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, а после окончания у кого-то, если появится ну хоть какое-то желание, подадите ко мне, потому что мне нужен списочек, кто будет у нас потенциально. Пусть же вы потом передумаете. Но, тем не менее, учение никогда никому не передело. так, это ООН, вы знаете, в 90-х годах приняло цепую ныску, кажучи украинскую новую документу, яки повязаны в скоровой форме. Любая цивилизованная страна, почти все 193 государства, которые входят в ООН, приняли обязательства на себя, в том, в том числе и Украина. Мимохода просто так напомню вам, что 2003-й только году был основной документ в ООН принят по борьбе с коррупцией. 2003-й год только лишь. Когда вот вам показывала Наталья Прокофьевна «Карту мира», это другая международная организация, которая тоже, но она несколько ведет борьбу с коррупцией, сколько ее анализируют. И ей верят. И когда вам говорят, что там Украина занимает 2,5 балла по уровню коррупции и так далее, или 151-е место из 177 стран, которые просверглись анализу, 193 никогда не успевают. Это война, это еще какие-то проблемы, поэтому чаще всего максимальное количество, я видела стран, которые анализируют за год, это 186-177. И вот из этой цифры вы выйдете на сайт Transparency International, так называется эта организация, вы идете на сайт и можете найти любую информацию, которая вас интересует о коррупции мировой в том числе и Украине. За 15-й год вы увидите, что Украина, к сожалению, пока на 151-м месте. Но другой вопрос мне бы хотелось с вами оговорить. Да, надо говорить о Совете Европы, который очень много анализирует, потому что одна составляющая прав человека это право не быть обкраденным, не быть корруппированным. в том числе и поэтому этому вопросу Совет Европы, Рада Европы уделяет огромное внимание. И мы там находимся, там всего 47 стран и 11 стран из этих 47 европейских стран. 11 из них находится под мониторингом, то есть им нет особого доверия в борьбе с коррупцией. Ну, о другом хочу вам сказать. Прыгнуть из Европы другую часть света. Наш президент, когда приходил к власти и говорил о том, что это беда, конечно, в нашей стране и призывал следующего если уже брать чей-то опыт, то я бы взял опыт Сингапура. Сингапурский опыт очень хорош и ленивый о нем не рассказывал. Как Ли Куан Ю, премьер-министр, он умер в 15-м году в марте, прийдя в власти в 60-е годах в 60-е годах за 30 лет сумел побороть одну из самых коррумбированных, одну из самых беднейших стран и вывести ее в лидеры страну, которую хотят работать чиновниками, менеджерами людей не только из восточной Европы и из Азии, а в том числе из Соединенных Штатов Америки, в том числе из Западной Европы, потому что условия, которые там созданы в этом смысле нам надо качать, да? мне надо сказать половину еще минуты за наш дорогой Михаил Сергеевич, который безусловно вам бы очень понравился, он очень глубокий выступающий, он говорит, ну давай ты или я время это нету, ты давай расскажи, а я анекдот не расскажу. Так что разве, что на анекдот осталось рассказать, а все. Но я все-таки закончу эту лосерк свою и доставлю, условно, вы деляйте много и услышали его, его нас очень любят целиц, аудитория нашей магистры, выдаватели и так далее. Так вот, возвращаясь к Сингапур, который, что он первым долгом сделал и почему он не подходит, не согласен с моей политикой, говорит и так далее. Если вы захотите можете найти очень много снимков как чиновников китайских казнят, например, самый распространенный снимок это сам мэра Пекина, где две даны его схватили и одна из них давит на сонную артерию, гибнет. Это общепринятые, они убивают запад, называют огромное количество людей, 20 тысяч из них читала, 2 тысячи, и это страшная цифра, это наказание, но, к сожалению, Китай не является самой антикоррупционной страной, а Сингапур является. Из тех 188, которых я назвала, в этом году, 15-м имея в виду, сейчас еще не позвонили итоги, он занимает 8-е место, это очень неплохо, а самые честные, самые порядочные, как вы думаете, это скандинавские страны, Дания, и, кстати, и есть и Вазия, Новая Зеландия, тоже считается одной из антикоррупционных относительно чистых государств. Но возвращаясь все-таки к Сингапуру, кроме тюрьмы, 6 лет, не больше, он не убивал никого, никого, никого на душу не врал, как говорится. Кроме этого, он вторым делом сделал огромное, огромные льго питал чиновникам и большие зарплаты. В этом отношении, кто же помог, откуда же он взял эти деньги? Великобритания, да, больше, я хочу сказать, колония Великобритании, они им действительно в начале подняться, а потом уже день и потекли рекой, потому что удобно, выгодно такую экономику вводить инвестиции. И поэтому сегодня это такая богатая страна. Валвелы, безработные, все исчезло, как по мановению, палочки, и появились огромные небоскребы, презентации, я показываю, вот смотрите, обыкновенный азиатский город, страшный, лакой, и вот посмотрите, что сегодня, 150-этажная гостиница, на вершине которой, это называют восьмым чудом света, что посеян, знаете, в виде лодки и так далее. То есть там много всяких диковинок и так далее, но президент Порошенко осознавал, что их нам не подойдет, потому что все-таки демократия. Ничего нет хуже демократии, но ничего, как сказал Черчилль, человечество лучше не было. Гораздо легче, конечно, сказать, и так далее. Поэтому все структуры, которые мы, все документы антикоррупционные, это, конечно же, Европейского Союза и Советы Европы. Нам заставляют нас тоже бороться с коррупцией. Если вы это сделаете, получите такой-то предел. Поэтому ночью заседает парламент, принимают документы какие-то, и все-таки что-то в нашей стране в этом отношении происходит. Правда? Чуть-чуть. Не так совсем проделайся, особенно в крупном местах, но тем не менее движемся и будем надеяться на лучшее. Остается, найдем только. Спасибо. Работает. Работает. Слышно? Да. плачет. Друзья, не повторяйся, с премией вам отстанутся. Хотел я вам поговорить три вопроса. У нас остановимся на одном вопросе. коротко. Очень Вот это предприятие немножко пестофедом, так сказать, основания кауны, которая говорила о том, где кауна, руководитель кауна, 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 своих трех ближайших куриц. В связи вы теперь уже понимаете, почему у нас охот жиликонфью не подходит. Это, так сказать, кауна, кауна, кауна. У нас действительно очень много кауна, кауна, у нас есть даже слово такое кумовство, но при этом слово кум и кумовство закон о коррупции не было. Следовательно, мы в реальность можем с ней так быстро справиться, потому что именно на кумовстве держится очень много и в этой области. Постслуживание еще тот вопрос взять, который лег и понимаем аудитории и ничего не стоит ну, как бы с тем то, кто нужен. Не знаю, вам говорили или нет, но у государства есть как бы вот лицо. Что является лицом государства? Это план, это гимн, это гемн, и еще лицо государственного службы. В полу сенсии не знаю, что вы умеете, вы каждого ранку собираетесь на работу, смотритесь на себя в церкву. Чи думаете вы, что так выглядит сегодня мая ревна государства? Тут нет перебивки. Когда я иду в кабинет, я 10-15 будет в кабинет, я буду с вами разговаривать и решать свою проблему, ваше родичье, ваш одежда, ваша мова, ваши манеры, ну, взагалі, все, что прикормит людям, это и будет по созданию государства. Если вы сделаете все так, как нужно, если вы чем, согласно с законом, сделать все начинание прошло, но если вы не можете это сделать, вы мне не объясните, что вы не можете это сделать, опять же, чем, а и и и и и и и Я скажу жительству дома, что это нормально, я скажу сусілом, вы знаете, если вы меня все любите, то я через вас буду любить государство. И наоборот, если вы будете себя так поводить, что вы забываете у меня сразу дома, если я с вами порваю, то это фактически я поспоричался, порвался государством. Если это будет один, два, три раза и постоянно, то я перестану поважать свою государство, я перестану ей доверять, если я не доверяю вам, я не доверяю государству. А доверя до государства – это основной ресурс управления. Не можно ничего делать. Про реформу я вообще ничего не скажу, это уже само существо. Но вообще ничего не можно делать, если нет доверий. Если нет доверий до банка, там не будет денег. Если нет доверий до органов, которые занимаются дозволами и так далее, то не будут люди заниматься только предприятиями. Вы понимаете, что основное, что вы вырабатываете, это доверие. Вам говорят, что в голову, наверное, вношу ее там с цепей, с папермером. Нет. Главное – это доверие. Нет доверия – все остановит. А выработать эту доверие никто не может, кроме государственных служб. Вы понимаете, откуда оно берется? Оно не берется от самого государства, ну как такового там взагалит. Оно берется от моего нежедневного спинкувания с теми государственными органами, в которых работаете вы обычные государственные сообщества низшего среднего уровня. Поэтому, если вы хотите помочь своей стране, то вы можете сделать очень мало. Ну, в смысле, недорогое. Недорогое – это то, что у ваших сил. Это то, что вы можете сделать сегодня, прямо выйдя из этого замка. Примите вот такой принцип. Я, как и я, такая держава. И если меня будут уважать они, они будут уважать и государство, которое они обеспечивают. Вот это хорошее украинское выражение. И, вон, особый держав, оно абсолютно точно передает то, что я вам хотел сказать. Еще два слова по этому людей. Вы, как государственные служащие, должны понимать, что вот так, как написано в Конституции, что все равны перед Законом. Но дело так в том, что вы уособлены для Закона. Это все люди перед вами должны быть равны. Понимаете конкретно? Перед Законом, вот лежит Закон, все перед ним равны. Это чепуха. Основное, чтобы вы были равны перед вами, представителями Закона. Первое, что вы можете сделать, вы должны иметь симпатичный, но нейтральный облик. Для вас все равны должны быть. И, как ни странно, ваша одежда должна свидетельствовать о том, что перед вами все равны. Любите вы, в особенности женщин, одевать, например, какие-то отрибуты на себя религиозного. Например, крестик. Я хочу напомнить вам, друзья, что крестик у нас, крест, христианство, а мы большинство христиан, он у нас на тельне. Помните? Они давно зачлили. Вот в силу этого вы, пожалуйста, и воспринимите, как положено, согласно нашей же христианской доктрине. Вы помните, что те люди, у которых виден крест, и по-украински, и украинскую новую, и российскую, есть такое, Росхрестон, обратите внимание, коннотация отрицательная. То есть, Росхрестон – это плохо. Виден крест – это плохо. Так что не забывайте об этом. Да, носить его – это естественно, это нормально и так далее и тому подобное, но нет. Если у кого-то другая религия, то тоже не надо полумесяц выставлять, если это ислам, шестиконечную звезду, если это иудеи. Понимаете? Спрячем наше государство светское и все равны. Для государства нет ни эллинов, ни иудеев. Для государства есть только граждане. Партийные значки. Уберите их, чертовой матери. Потому что я могу подумать, что вы только потому плохо решили и и так решили мой вопрос, что я представитель другой партии. А вы вот тут заявили, что вы начнете сам. Уберите. Все, что у вас должно быть – это то, что принадлежит государству. Флаг, флажок соответствующий, герб. Все. Понимаете? А что вы там думаете про себя и прочее? Прочее – это совсем другое дело. В связи с этим, пожалуйста, когда вы общаетесь с людьми, в особенности служебной обстановки, не поднимайте мировоззрительных вопросов. Почему? Эти вопросы, политических вопросов и так далее. Эти вопросы, ну понимаете, они контролерсивны. У каждого может быть свое мнение. Но разве вы там сидите как воспитатель? Разве там сидите в своем кабинете как учитель? Проповедник? И так далее. Вы выписываете справку, вы даете дозвол и делаете. И вас не должно ничего касаться помимо этого. Это все будет давать ту атмосферу, которая будет способствовать стабильности и уверенности. Никогда не забывайте еще раз о том, что вы вырабатываете доверие. Нет доверия, нет ничего. Вы, может быть, не обращали на это внимание, но даже на базаре вы не смогли бы совершить обычную покупку, если бы у вас не было бы хотя бы минимального доверия между продавцом и покупателем. Потому что все-таки кто-то первый отдает курицу, а кто-то второй вытягивает деньги. То есть все равно должно быть доверие. Без доверия никакие вот эти процессы не совершаются. В государстве без доверия не делается ничего. Если, допустим, очень высокое доверие в государстве, скажем, Евгений. Вот там произошел тайфун. Люди остались без крова и прочее. Понятно, погибли документы, деньги. Они приходили в банк. Они говорили, я такой-то и такой. Пожалуйста, выдайте мне, ну сколько там этих миллионов евро больших. И банк выдавал. Он веет. Понимаете? А иначе бы они просто вздыхали. Вот на поверение. Ну, обратите внимание, когда происходил дефолт. Ну, помните, в 2009 году там были страшные вещи, да. Люди снимали с себя драгоценности, завязывали платочек и не слил банк. Они тоже верили, что пройдет время и там все вернет. Понимаете, в чем я говорю? Вот что такое доверие. Если его нет, то у вас будут банки кустые. И вы будете говорить, что они там не справляются с каким-то и так далее. Вы доверяете вам и доверяете. Наверное, для этого есть вот причины. Но я еще раз подчеркиваю на этом, заканчиваю. Вот, друзья. Доверие производите вы. Это побочный продукт. То очень важный в вашей жизни. Спасибо. Если есть вопросы... Есть вопросы, Михаил Сергеевич, или переходят на природный опыт? Нет, прошли. Мы уже за все нарушение. Я не успела обидываться даже. Надо сказать, что 30 лет. Но у нас действительно встреча с вице-премьером началась даже чуть раньше. То есть они уже приехали, наши дорогие водители. Сюда не зайдут, к сожалению. Поэтому я была уверена, что у нас есть 15 минут, и я успею. Но, уважаемые коллеги, раз мы уже время исчерпали программу, и правда, вопросов нет у вас какие-то? Может, нет? Нет, нет, да? Тогда я несколько слов скажу, Наталья Затемяевна. По организации предоставления итогов нашего семинара вы, пожалуйста, разделите на две группы наши сертификаты. Если вы делаете кадры, скажите, уважаемые коллеги, огромное спасибо за то, что аккуратно, вовремя, в полной мере организованно были оформлены ваши регистрационные карточки. И так, как я с самого начала обещала, мы меняем карточки на сертификаты. Ваши сертификаты уже в руках у руководителей кадровых служб для того, чтобы в первую очередь сделали копии этих документов, что является обязательным для отчета, как вы понимаете. И вам сообщат, как в организованном порядке вы свои документы получите. Я правильно говорю? Спасибо вам огромное. Ну, от себя могу сказать. Приезжайте к нам. Мы вас всегда очень ждем. Вы видите, какой багаж колоссальный научных знаний, нужных вам практических действий могут вам передать наши преподаватели. Я не имею права больше задерживать, мы организовали работу. Спасибо, Наталья Владимировна. Но я хочу сказать, что действительно, если вам показалось мало, ну, мы по просьбе руководства сократили нашу программу намного, причем, чем традиционный формат. Поэтому это хорошо, это означает, что вы к нам приедете. В каком формате мы вас ждем? Первое. Вы все получили достаточно информацию о поступлении в институт. Вот эти вот, Наталья Владимировна, буклеты. Да. Все получили. Значит, я вижу в зале лица многих магистров государственного управления, многих руководителей различных подразделений, как к нам, традиционно приезжают на повышение квалификации. Я хочу сказать, что тем, кто не знает, еще с нашим институтом до конца не успел познакомиться. У нас два факультета. Факультет государственного управления, факультет менеджмента. Так вот, как раз сегодня факультет менеджмента в три часа проходит день открытых дверей. Это интересно для наших выпускников школ, которые будут поступать. И хочу сказать, что даже на факультет менеджмента, где нет государственного заказа, то есть нет бюджета, а только контракт, у нас в прошлом году был небольшой конкурс, хотя поступили все, кто хотели. Количество поступающих на факультет менеджмента у нас небольшое, но зато всем предоставляется общежитие. Вы знаете, что наш вуз находится в Аркадии, и такую возможность и каждый вуз может предоставить молодежи. Поэтому детям своим, детям своих знакомых, родственникам, тем, кто в принципе может заинтересоваться из школьников для того, чтобы поступить, стать бакалавром, а затем и магистром, значит, пожалуйста, информируйте, что у нас сегодня день открытых дверей. Но в любое время, кому удобно приехать и узнать по условиям поступления в следующем году, всегда приемная комиссия уделит внимание. Поэтому в любое удобное для вас время до того смотрите на сайте. Итак, теперь на главном факультете государственного управления. Потому что самая комиссия государственного управления, как возможность отримать другую вишу управлінскую службу для вас, посадовців и селости, и государственных службовцев, особенно до молодежи, это как уникальная возможность сделать это за кошти государства. Однако посмотрите, что у нас четыре формы учения, а значит, вечером вам, пусть будет не важко здесь, будешь приходить в Одессу, но три другие формы, это ведьобычная, uh, hundreds, л母亲, иужчина, и Dollar 로, когда вы не приезжаете на сесию на сед Exception, а только на нед residual, это и уникальная важность, действительно стать магистром, Но вы знаете, что у нас в этом году уже не была специальность. Это магистратура, фактически, публичного управления и администрирования, где объединены вопросы и государственного управления, и местного самоврядувания. И далее идет о специализации. Кожен себе найдет и станет фактическим специалистом. Само в чем? Экономическая и финансовая политика для финансистов. Электронное управление. Вы знаете, насколько сейчас эта тема важна? Переводь всех послуг, которые надеет государство и государство в электронный формат. И мы, до речи, обовязково и для местного управления, и для государственных службовцев делаем специальные 3-дельные курсы, педричные квалификации с питанием электронного оборудования. Вы знаете, что сейчас как раз Улит поставил такое задание. Далее. Европейская интеграция в обоих глобального оборудования. Это Валентина Михайловна. Так. Мисцевое оборудование. Окремая специализация. Всех запрошу в местное оборудование на ней. Далее. Відновила свою работу специализация политика и управления в сфере культури, права в публичном управлении для юристов. Публичная политика в сфере социального и гуманитарного развития. Я все знаю, что происходит в районе, на жаль, в этих сферах. И я просто верю, что в ближайшее время стабилизируется кадровый коллапс, который стал, на жаль, в нашем районе. И мы сможем, по-другому, наших педагогов, нашего института, дейсно подготовить наибольшие в всех этих сферах. Особенно в сфере социального и гуманитарного развития. Також традиционно, щороку, все региони Украины у нас навчаются на специализации публичного управления в сфере охраны здоровья. Потому что наш ПУС пропонует для всей страны цю специализацию. Керевництво у сферах охраны здоровья. И региональное управление. Это такая небольшая чисельная специализация. Игра кафедра. Фактически, в государственных службовках много кто выберет сам региональное управление. Вы видите, сколько специализаций у нас на специальности публичного управления и самоврядувания. Я напомню, что у нас вступная кампания начинается традиционно у квитня месяца. И управление и отличие квалификации, и в моей особи, и в особи моих коллеги Наталья Володимировна, каким чином можем вам допомогти, мы запрошуем на специальный цикл семинаров. Фактически, это отличие квалификации на чьей коллеги. Для того, чтобы, когда вы увидите, и мы вам надеемся еще нести запрошение до начала вступной кампании, и в период вступной кампании мы делаем целых 2 семинара для педальщиков, 2 семинара, то в рамках этих педельных семинаров вы почуете весь комплекс материалов и будете готовы до співбеседы, а у нас 2 испыти, это співбеседы и компьютерное тестирование. Мы вас готовы и до компьютерного тестирования, и даже даем пробное компьютерное тестирование в рамках этих семинарах. И хочу вам сказать, что вы гордитесь того, что каждый четвертий слушатель нашего ВУЗа, он пришел именно к подвечению квалификации. То есть 25% вступников – это выходцы из курса подвечения квалификации. Это мы нашим невеличким коллективом гордимся. Поэтому запрошу вас откликаться на наши запрошения. Мы работаем с сельскими и селищными радами напрямую, так же, как и с реальными администрацией. Пишем вам вести. Радим вас всегда видеть на подвечении квалификации, мы всегда на ваши отрывки, делаем коррекции наших программ. И на остаток, скажу вам, про новый блок-семинар, который мы запрошли для правильной организации публичных закупилок. Они проводят у нас в новом формате, в тридельном. Первый день – это теория, и полностью все там, допороговые закупления, потом все разные вопросы, которые нужно знать, и по ответственности, как сформировать дендерный комитет, и один день каждый слушатель сидит за своим компьютером, а у нас группа не больше 20 человек и 20 компьютеров из специальной аудитории, и мы специально по черзи запрошиваем представителей Прозоро всех этих электронных площадок и полностью, начиная от регистрации и заканчиваем всеми процедурами, ось цей представитель ризных площадок с вами проработать. У нас уже два семинара таких відбулося, і два на кінця цього року ми запланували. На один, найближчий листопаді вже немає місць, а який буде з 7 по 10 грудня, здається, будем так, щоб вас точно з'орієнтувати, куди ще можна встигнути, записатися. Так, у нас вони традиційно починаються в середу, ідуть 4 і 5. 7, 8, 9 грудня ще ви зайдете на сайт наш Оріду в розділ підвищення кваліфікацій, або в фейсбуці на нашу сторінку управління підвищення кваліфікацій, і ви зможете заключить опис, покласти з нами договорів. Три дні навчання коштує всього 700 гривень. Це невеликі кошти, і ми вас навчимо в нових мовах з представниками площадок, і навіть ми на семінар грудні запросимо представників контролюючих органів, які потім перевіряють нашу роботу з цих питань. Ну, я вважаю в вашу роботу як членів тендерних компетентів. Тому публічні закупівлі, новий формат, користайтеся такою важливістю. На минулий семінар приїхав до нас в Львов, Вінниця, Житомир, Полтава. Полтава була, до речі, Юбільський район також в цьому семінарі там працючись. Тому раді вас бачити на всіх наших семінарах. А нагадую, що за рік у нас підвищує кваліфікацію 2300 осіб з нашого регіону, а також Вінниця, Миколаїв, Керсон. І це для вас унікальна важливість. Приїхавши на наш семінар, ще поспілкуватися з колегами з інших областей з питань децентралізації, фінансової децентралізації, ну і всіх актуальних питань сьогодні, які хвилюють нас. Тому, якщо немає запитань з позицій або ще якийсь зауважень, будемо закінчувати. Я вам дуже вдячна і до моїх зустрічей. Сьогодні коротка зустріч, але це значить, що не зараз не наступна. Дякую.